Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы событий. С вами Марина Матвеевшина. И в ближайшие 25 минут вы узнаете все самое интересное, что произошло в Самаре на этой неделе. Граждане России Евгений Ерофеев и Александр Александров вернулись на родину. Больше года они находились под следствием в Украине. Их задержали украинские силовики в мае 2015 года в Луганской области. Россияне были ранены, они утверждали, что приехали в Луганск добровольцами и вступили в ряды милиции ЛНР. Украинская сторона обвинила их сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе и в терроризме. Приговор суда, который проходил не без громких скандалов, 14 лет лишения свободы. Своей вины Евгений и Александр не признали. И, наконец, они были помилованы. В Москве россиян встречали их жены. Возвращение Евгения Ерофеева особо ждали в Самарской области. Здесь он вырос, здесь его семья. Наш корреспондент Марина Кравцова отправилась в село, где прошло детство Евгения. Пообщалась с соседями и выяснила, каким его помнят и как ждали возвращения. Переживали за Женю всем двором. Сердце разрывалось. Следили за новостями. Верили. Делятся соседи. В этом дворе вырос Евгений Ерофеев. Он почти как родной. Остаться равнодушным к этой истории было невозможно. С соседей у меня сын очень переживал. В интернете искали все сообщения, какие можно было там найти. Надеялись, что все-таки наше правительство их не оставит в такой беде. Конечно, надеялись. Я просто Евгений Ерофеев сам знаю. Мы по молодости занимались в военно-патриотическом клубе. С ним он как бы старше меня на несколько лет. Это я в шоке, конечно, был, когда узнал вот это все. Совсем молодой парень. Всего 31 год. Дружная семья. Больше года Евгений не видел родных. Соседи, как могли, старались поддержать родителей. Как можно не сочувствовать этому? И родители, безусловно, переживали. Это видно было. Держись, отцу я сказала. Держись, все образуется. Верила и надеялась, что обязательно все встанет на свои места. Что плохого Женя сделать ничего не мог. Надеялись, ночами не спали. Не просто так. О Жене говорят с теплотой. Парень отзывчивый, добрый и, главное, всегда стремился помочь в беде. И вот справедливость. Евгений Ерофеев и Александр Александров вернулись на родину. Они были помилованы на Украине в обмен на Надежду Савченко. Дай Бог ему доброго здоровья и спасибо всем, кто это помог. Потому что это было очень большое переживание. Мой ученик это был. Он был очень добрым. Ну, застенчивым немножечко был. А сказать о том, что он и есть хороший, он вообще человечек добрый, отзывчивый. И нет таких в нем плохих черт, плохих таких, которые он не мог ответить. И всегда старался на помощь прийти. Теперь ждут, когда Евгений приедет домой. Встретит объятиями и со слезами. Теперь радости. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Самарские ученые научились на ранней стадии диагностировать рак. Обнаружить онкологию помогает цвет. Уникальный аппарат разработали специалисты медицинского и самарского университетов и онкоцентра. О том, как устроен инновационный прибор, аналогов которому нет, расскажет Алина Чемерес. Обследование на новом аппарате занимает считанные минуты. Обычно, чтобы обнаружить онкологию, медики используют УЗИ, рентген, компьютерную томографию. Однако не все эти методы достаточно точные и безопасные для пациентов. Чтобы повысить эффективность диагностики, ученые медицинского и самарского университетов совместно со специалистами онкоцентра разработали уникальную установку. Новый прибор в первую очередь предусмотрен для обследования здоровых людей, чтобы выявлять заболевания на самой ранней стадии. Внимание заслуживает даже вот такая маленькая розинка. Исследование абсолютно безопасно, неинвазивно и проводится достаточно быстро. Возможно его массовое применение. Неинвазивно, значит без внедрения в организм. Рак кожи один из самых часто встречающихся. Если у пациента взять образец ткани, болезнь может начать стремительно прогрессировать. Суть метода заключается в том, что врач снимает проблемную область на гиперспектральную камеру. Данные поступают на компьютер. Результат система выдает через 10-20 минут. Нам удалось получить своего рода маску, которая показывает суть новообразования. Оказывается, в нем достаточно активное существо электроснабжения, достаточно интенсивно накапливается меланин, что с 95% точностью может свидетельствовать о наличии меланома кожи на предоперационном этапе. Это ценнейшая информация для правильного лечения следующего. Отличие гиперспектральной камеры от обычной в том, что она видит не только красный, синий и зеленый, а более тысячи цветов. Спектры накладываются друг на друга, и зараженную раковыми клетками область становится сразу видно на экране. Больные клетки от здоровых отличаются по цвету. Каждая клетка, она на самом деле имеет свой набор веществ химических. Каждое вещество имеет свой спектр. Чтобы проводить анализ, то есть дифференциацию, измененная это онкологическая или не онкологическая клетка, на самом деле надо сравнивать вот эти вот разницы в спектральных характеристиках. Основным является снятие не в одной точке, а во многих. Проводятся исследования и при наобразованиях легких. И вот сейчас Валерий Павлович проводит такую титаническую работу по возможности доведения источников, которые аппаратура позволяет нам получать, уже к внутренним органам. Но это будущее, которое, я надеюсь, будет реализовано. Сейчас уникальный прибор, а точнее его прототип, проходят клинические испытания. На нем диагностируют только пациенты фонкоцентра. Создать установку, которую сможет себе позволить любая районная поликлиника, планируют не раньше, чем через два года. Цена, обещают, будет доступной. Прибор собран из отечественных материалов. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Самолет Ан-140 самарского производства имеет все шансы стать брендом гражданской авиации России. На совещании по развитию авиастроения, которое провел президент России Владимир Путин, машина была представлена в числе тех, которые могли бы занять рынок региональных перевозок. Хотя у самарского судна есть не только конкурентные преимущества, но и сложности производства. Сможет ли Ан-140 взять новую высоту, узнавал Олег Зверев. Освещение воздушного судна – финальная часть предполетной подготовки. Еще один самарский самолет Ан-140 отправляется на службу. За все время эксплуатации таких машин не было никаких нареканий. Самолет исправно служит в армии, хотя изначально создавался для гражданской авиации. И вот снова оказался в центре внимания высшего руководства страны. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития авиастроения. На повестке дня – создание российского самолета для региональных перевозок. Собственный региональный самолет, особенно с возможностью посадки и взлета с грунтовых полос, имеет для нас большое значение. В свое время таких самолетов было у нас немало. Парк был большой, использовались широко. Но они все устарели, уже нет смысла к этому возвращаться. Нам нужен новый самолет. Можно, конечно, приобретать эту технику по импорту, как мы делали до сих пор. Но для такой страны, как нашей, конечно, нужна собственная машина с такой огромной территорией, как у нас. Было предложено рассмотреть четыре самолета, в их числе Ан-140. Это уже девятый Ан-140, собранный по заказу Министерства обороны. Четыре подобных самолета уже эксплуатировались в гражданской авиации. А чтобы стать лидером в региональных перевозках России, у машины есть все необходимые конкурентные преимущества. Может летать при температуре минус 55 градусов, даже севернее 70-й параллели, и приземляться на неприспособленную поверхность. Кроме того, из всех представленных на совещании машин, это единственные, которые уже есть в наличии. Все остальные существуют пока только на бумаге. Самарский авиакор, авиационный завод, вполне мог бы в перспективе собирать 20-25 самолетов в год. Но сам проект изначально задумывался в кооперации с украинскими предприятиями. Из 174 заводов, которые делают детали для Ан-140, 34 за кордоном. Чтобы самолет был, нужно налаживать свое производство. Самолет из той четверки, единственный, который производится, производится реально, производится на нашем заводе авиакор, который показал наилучшие характеристики в эксплуатации. Мы понимаем, что вопрос импортозамещения существует, но при его реализации проект Ан-140 будет наименее затратным из этих представленных четырех самолетов. Кроме того, нужно решить вопрос с документацией, которая сегодня принадлежит киевскому КБ «Антонов». Если это удастся сделать, Ан-140 станет полностью российским брендом. У государства появится свой самолет, а у самарского завода заказ на многие годы вперед. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Новый этап в жизни автомобильной Самары. В понедельник на три месяца перекроют участок московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Георгия Димитрова. Здесь начнется реконструкция магистрали. Как будет организовано движение автотранспорта, расскажем в нашем следующем сюжете. Московское шоссе перекроют. В понедельник стартует очередной этап реконструкции магистрали. На участке шоссе от проспекта Кирова до улицы Георгия Димитрова разберут асфальтобетонные покрытия и продолжат строить тоннельные путепроводные пересечения московского шоссе и проспекта Кирова. Автомобилисты уже предвкушают пробки на этом участке пути. Но к ситуации относятся с пониманием. У нас всего два выезда из города. И в любом случае делать что-то надо. Так или иначе. Если сейчас не сделаем, через два года будет еще хуже. Придется потерпеть лучше, чем ездить по кочкам. Кольцо сделают все-таки, в конце концов. И дорога, мне кажется, будет посвободнее. Такой, наверное, шанс, когда можно было не дождаться вообще этих ремонтов дорог. А тут такой шанс, когда все-таки дороги все сделают, развязки построят. Ну, потерпим год-два, сколько нужно. Зато потом будем довольны ездить по хорошей дороге с хорошим развязком. Организация движений на этом участке полностью изменится. Схема согласована с ГИБДД. Движение автотранспорта будет осуществляться по вновь построенному боковому съезду параллельно Московскому шоссе. Дорога уже практически готова и прошла вся экспертиза. Пока дорогой пользуются только пешеходы и велосипедисты. Но совсем скоро она откроется для автомобилистов и будет выручать их на протяжении всего лета. Для проезда на проспект Кирова и к Барвошиной поляне объезд будет организован по улицам Димитрова и Молодежная. Из-за необходимости перекрыть участок Московского шоссе полностью, изменится и схема движения общественного транспорта. Все подробности можно узнать на сайте администрации города. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Не только дороги готовят к чемпионату мира. Что еще останется самарцам после него и какие дивиденды от Мундиали получит регион, наследие чемпионата обсуждали в рамках круглого стола в областном правительстве. Самарский стадион станет одним из самых больших. Из-за его нестандартной круглой формы. Как раз благодаря наличию дополнительных площадей и вместительной зоны гостеприимства, именно в Самаре решили проводить матч 1-4 финала. Чем обернется Мундиаль впоследствии, узнала Марина Кравцова. Все выше и выше. Замывает купол стадиона. Идет монтаж металлоконструкций. Консоли, которые будут держать крышу сфероида. Параллельно льют бетон на трибуны. Их готовность 40%. Работы на стадионе не останавливались ни на день. И где-то подрядчики даже опережают сроки. Но не исключено, что процессу добавят динамики. И проект строительства еще раз скорректируют. Это не будет связано с объемами и параметрами непосредственно объекта. Или какими-то новыми затратами. Может быть, будет связано с тем, что нам придется изменить проект организации строительства. Условно говоря, окружность будет разделена на два сектора. И на встречу друг к другу будут идти два потока по монтажу этих консолей. То есть, варианты ускорения строительства мы также рассматриваем. Строительство обойдется в 17 миллиардов 300 миллионов рублей. Но из областного бюджета не потратят ни копейки. Все эти деньги – целевое федеральное финансирование. А что же будет после Мундиаля? Об этом подумали заранее. В здании стадиона будет фитнес-центр, школа танцев и футбола, музей самой популярной игры и магазин спорттоваров. К тому же предполагается, что тратиться на стадион не придется и впоследствии. Он будет сам зарабатывать. На арене могут проходить не только матчи, но и массовые мероприятия. А часть площадей сдаваться в аренду. На четвертом уровне располагается еще один ряд лож, которые планируются как раз для коммерческого использования. Но следует отметить, что во многих стадионах ложи сдаются на период от года и больше. Это один из основных источников доходов. Кроме того, к чемпионату построят два новых тренировочных поля и отремонтируют три имеющихся. После там будут заниматься дети из спортшкол. Один из главных бонусов чемпионата – дополнительное развитие инфраструктуры. И это касается не только дорог, реконструкции Московского шоссе и подъездных путей к Урумычу. В районе стадиона уже построили канализационный коллектор. Сейчас идут работы по водоснабжению. За средства частных инвесторов возведут две электроподстанции и реконструируют котельную. Всем этим будут пользоваться жители домов в этом районе. Возможным станет и строительство нового жилья. Плюсы ощутят и жители других районов. Так трамвайную ветку до стадиона все же построят. А благоустройство улиц и реставрация объектов культурного наследия в исторической части города, что тоже к чемпионату, уже заметно. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Час икс для выпускников Самарской области настал на этой неделе. В пятницу стартовала экзаменационная кампания 2016 года. Выпускники сдавали литературу и географию. Это выборные экзамены, а обязательный для всех русский язык пройдет в понедельник, 30 мая. Марина Мирная побывала на одном из пунктов сдачи ЕГЭ. Волнением пропитан воздух возле 101-й школы. Совыпускники осторожной поступью проходят в кабинеты, где предстоит первое в этом году испытание по единому госэкзамену. 89 школьников в губернии выбрали географию, 1100 ребят, литературу. Нужно знать только определение и произведение, а дальше уже искусство слова. Просто выражаешь себя, наслаждаешься, можно даже наслаждаться этим экзаменом. Надеюсь, хотя бы хорошо написать, чтобы смогла в институт поступить, по баллам пройти. Волнуюсь, конечно, потому что от этого зависит все-таки будущее. За соблюдением правил следят наблюдатели. На экзаменационные пункты запрещено проносить мобильные телефоны, сумки, книги, лишь паспорт и бутылка воды. В Министерстве образования уверены, что регион успешно справится с испытаниями и не посрамит честь Самарской области ни по каким предметам. С точки зрения поддержания и развития нации, и национальной безопасности, важны, конечно, русский язык, литература и история. Поэтому предмет литература для нас очень важен. В этом году на 2,5% ребят литературу будут сдавать больше. Это такая хорошая тенденция. Наверное, во многом повлияло, что еще и сочинения пишем второй год, и пишем, в общем-то, неплохо. Результаты по литературе и географии школьники узнают 7-8 июня, а в ближайший понедельник, 30 мая, все 14 тысяч выпускников сядут за парты сдавать русский язык. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Когда череда экзаменов завершится, вчерашних школьников ожидает одно из самых запоминающихся в жизни событий – выпускной вечер. В период торжеств группы выпускников отправляются на речные прогулки. Им должна быть гарантирована полная безопасность. В эти дни транспортная полиция проводит акцию «Дети и безопасность». Кто и как защищает самарских выпускников, выяснил Андрей Трой. Это Мира – овчарка, натасканная на поиск взрывчатых веществ. Она способна найти любой подозрительный предмет. Даже старый стрелянный патрон собака не оставит без внимания. Мира осматривает все уголки корабля, включая капитанскую рубку и моторный отсек. Пока школьники еще только едут на корабль, специалисты-кинологи уже проверили судно со специально обученными собаками. «Мира, ты что-нибудь нашла? Ничего нет? Да ты моя умница». Кинологи тщательно проверяют каждый теплоход, проверяют место посадки детей. Мы с детьми заранее проводим инструктаж, лекции даже, можно сказать, проводим. Лекции о том, как надо себя вести на водном транспорте, во избежание травматизма или каких-то других неприятных историй. К прибытию школьников судно полностью проверено и признано безопасным. Но этим защита детей не ограничится. Вместе с группой в рейс отправятся двое сотрудников полиции. Возможно, детям это не очень нравится, но взрослые, отвечающие за организацию и проведение круиза, считают, что защиты много не бывает. Как говорится, чем больше проверки, тем больше безопасности, чтобы не происходило всяких случаев таких непредвиденных. Жесткие меры контроля дают свои результаты. В одном из поездов сотрудники транспортной полиции обнаружили рюкзак с оружием и масками. Помогла служебная собака. Поэтому в период выпускных баллов проверки будут проводиться с особой тщательностью. Андрей Трой, Артем Сулайманов, События. О дачниках тоже позаботились. Чтобы добираться до участков было безопасно и удобно, в Самаре запущено более 30 загородных маршрутов. Любители летом проводить время за городом уже озаботились тем, чтобы к осени собрать хороший урожай. И на дачу ездят несколько раз в неделю. Как организованы дачные перевозки, узнала Алина Чемерес. Протереть стекло и фары, проверить в порядке ли дворники. Чтобы отправиться в рейс, машина должна быть исправной и чистой, говорит Андрей Ананьев. Водителем дачного автобуса он работает уже больше 20 лет. Спор не пустил в 92-м году. И никак меня отсюда не выгонишь. Работа свободная. Едешь, трасса, с людьми общаешься. 147-й маршрут следует от площади Кирова до Тургеневских дач. За день успевает сделать 8 рейсов. Первое время автобус ходил только по выходным. Сейчас к услугам дачников 4 дня. Среда, пятница, суббота и воскресенье. Дачи у нас хорошие. Воздух шикарный. Все очень хорошо. Нам нравится. Рядом озеро, недалеко. Можно и на озеро сходить. Мы довольны. Всего в этом году в Самаре запустили 34 дачных маршрута. По ним курсирует около 80 автобусов. Подвижной состав для загородных перевозок взяли из городских маршрутов. Пассажиропоток летом меньше. А значит, ущерба тем, кто ездит на общественном транспорте, дачные перевозки не нанесут. 165-й дачный маршрут. Один из самых востребованных. Люди туда ездят каждый день. Уходят гораздо чаще, чем обычно. Не только среда, пятница, суббота, воскресенье. Но его запускают и в другие дни. Сейчас узнаем, что думают сами дачники. Скажите, пожалуйста, удобно добираться? Очень. Всегда ездим. Часто даже и в среду, и в пятницу. Помимо ездят даже этих дней. 165-й автобус везет дачников в Страмилово. Стоимость проезда здесь стандартная – 23 рубля. Потому что до дачных массивов недалеко. На более протяженных маршрутах дачники оплачивают дорогу в зависимости от расстояния. В этом году проехать один километр стоит 2 рубля 2 копейки. Для пенсионеров и людей, которые имеют льготы, предоставляется возможность приобретения льготных проездных билетов, к которым они могут приобрести 4, 8 или 16 талончиков для поездок на дачу. Продажа вот этих льготных билетов осуществляется с 25 числа по 5 число следующего месяца. Ездить на дачу на автобусе жители смогут до середины осени. Завершить дачные перевозки в городе планируют 10 октября. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, Григорий Плешаков. События. Самарский – от семечка до клумбы. Новые сорта цветов украсит город. Появится 60 новых ландшафтных скульптур и более 20 тысяч кустарников. Вся они местные. Их выращивают в специальных теплицах с середины зимы. И постепенно, в течение всего лета, они находят свое место в городе. О жизни цветов до клумбы расскажет Валерия Макарова. Цветочное царство на окраине Самары. Здесь выращивают все цветы, что украшают городские клумбы. Каждый день с 8 утра тут сеют, удобряют и поливают. Внимание и забота требует полтора миллиона растений 50 сортов. Чтобы город преобразился в мае, цветы начинают сеять в середине зимы. Наталья Варламова здесь работает уже больше 30 лет. Сколько за эти годы вырастила цветов, даже сосчитать не пытается. Когда особенно гуляешь по набережной, и вот это все вот видишь, как это все ярко, красиво, и понимаешь, что ты в это, как говорится, вложила в душу время свое. Не знаю, мне вот, например, доставляет большое удовольствие. Мне, кроме сказать, гордости даже. В этом году в питомнике выращивают несколько новых сортов. Петуни, катарантусы и гацани. Новинка этого года – гацани сорта Kiss White, Kiss Red и Kiss Yellow. Их посадили в начале февраля. Цветоводы называют их своеобразным барометром. В непогоду соцветия закрываются. Вообще, цветы хорошо себя чувствуют в городских условиях. Ни пыль, ни загазованность им не помеха. Главное, чтобы солнца было достаточно. Цветников в Самаре в этом году станет в три раза больше за счет новой программы «Цветущий город». Она рассчитана на пять лет и принята по инициативе главы Самары Олега Фурсова. В итоге общая площадь цветников составит 40 тысяч квадратных метров. Только в этом году планируется увеличить площадь посадки на 24% скверы вдоль уличной дорожной сети. Планируется приобрести и установить новые вертикальные конструкции, элементы для мобильного и вертикального озеленения, различные ландшафтные и топиарные скульптуры. Украшать самарские дворы, парки и скверы будут в течение всего лета. Подключиться к этому могут и жители. В каждом районе проходит конкурс на лучшее озеленение дворов. Особое внимание уделят гостевым маршрутам. Там установят новые ландшафтные композиции на тему футбола. Сейчас дизайнеры разрабатывают их эскизы. Своеобразным итогом для всей Самары станет фестиваль цветов. В этот раз он будет в парке «Дружба» 30 июля. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. И к брутальной теме. В Самаре началась охота на байкеров. Летом именно они нередко становятся виновниками ДТП. С начала года водители двухколесных спровоцировали уже 10 аварий, в которых сами же и пострадали. Рейд по пресечению правонарушений прошел в нескольких районах города. Павел Баймаков продолжит. Жажда скорости, драйв и адреналин. Какой русский не любят? Быстрые езды. Особенно если речь идет о байкерах. Еженедельный инспектор ДПС фиксирует сотни правонарушений, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда без шлема. Все это нередко приводит к трагическим последствиям. Александр Алексеев за рулем байка уже два года. Мужчина дорожит своей жизнью и жизнью других участников движения. Оттого мерами безопасности старается не пренебрегать. На своем железном коне по городу, уверяет, ездит не более 60 км в час. Перед поездкой всегда надевает защитную экипировку. К нарушителям относится негативно. Иногда, с сожалению, мы их хороним. Нельзя, нельзя. Есть две вещи. Защита и постоянно, постоянно повышать мастерство езды. Потому что мотоцикл мощный, а колеса всего два. Три с половиной секунды, сотни. Это же серьезно. Поэтому, конечно, аккуратно. Правила движения, к сожалению, написаны кровью. Внимание! Синий мотоцикл не выполнил требования об остановке. Движется по сфере восточной в сторону лесной. А этот молодой человек о правилах дорожного движения, по всей видимости, забыл. На мотоцикле нет номеров. Наверное, из-за этого минуты ранее не остановился по требованию сотрудника ДПС. Ну, вообще, на мотоцикле второй год. Ну, не поставил номер. Не прикрутил в свое время. Есть универсальные рамки, которые продаются. Придется заказать, поставить, чтобы таких ситуаций больше не было. Теперь молодому человеку придется оплатить штраф до 5000 рублей. С начала года в Самарской области, по данным полицейских, на водителей мотоциклов составили более 2000 протоколов. Надзорные функции сотрудников ГИБДД возросли. Мы сейчас активное и очень серьезное влияние уделяем мототранспорту. Проводим профилактическую работу с водителями. Такие мероприятия будут проводиться еженедельно. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин